Всем привет! С вами Олеся. Сейчас будет небольшой влог о жизни в Италии. Мы сейчас собрались, поедем в магазин с девчонками, с Фабио, в другой магазин. Мы обычно здесь ходим в док, сейчас мы поедем в гипермаркет Иперкоп. Посмотрим, мне всё интересно, будут там пустые полки или нет. Потому что у нас здесь забастовки сейчас. Я рассказывала уже, планировали забастовку перевозчиков, транспортников, которые перевозят, дальнобойщики, которые перевозят товары. Они хотели бастовать. Одна компания объявила на 14 марта, но им не дали разрешения. Забастовки не было, тем не менее, некоторые из перевозчиков, дальнобойщиков, не вышли в этот день на работу. Они собирались с кучками и ездили по определенным маршрутам. Они ездили в сопровождении полиции, знаете, со скоростью пешехода. Это в некоторых регионах было. Сегодня ничего про это не слышно, но на 19 число другая уже компания запланировала забастовку. В общем, у нас тут некоторые паникуют, некоторые закупают продукты не портящиеся, сгребают всё с полок. Также ищут заправки, где подешевле топливо и заполняют баки тоже, заправляются про запас. Очереди на заправках. Короче, я не знаю, поедем посмотрим, что будет в оперкопе. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! калории калории ребят сколько крема вот такая вот раковина стоит 2 32 евро 30 центов сплошные сливки и перкоп это большой очень большой супермаркет тут у них есть как товары электроника книжки продукты отделы с вещами есть отдел с садовая мебель я он вижу так что это уже у нас пасхальные яйца появляются скоро пасха видите уже готовятся магазины смотрю такая металлическая беседка 399 евро набор мебели из пластика 399 даже ведь велосипеды спорттовары короче тут все у них есть я подошла книжки посмотреть эти написано рати классика отделы разные дам романтика желтые ужас действия короче фантастика чего-то только нет пожалуйста выбирайте смотрим с вами романтик романтик и до спасать и сексуальные дневники вилла вилла дэйсони история до моря вилла любви так я пошла в посудочку такие стеклянные такие стеклянные блюда 550 салатница ли что это или это для запекания тоже то подходит нарисованы там духовке микроволновки наверно подходит для всего такая форма 1150 так мне нужна чашка о кофеварочки давайте с вами посмотрим тем более что тут есть bioletti знаменитая марка bioletti rainbow смотрите по 2550 вот такие вот на две чашечки ну или на сколько там смотря смотря сколько вы пьете большие черные вот такая 19 990 но это не биолете на рынка я курсу экспресс биолете 3850 я зашла в отдел с электроникой у них вот тостеры винтаж красота ваш дэй лонги такой 4490 они все по 4490 такие миленькие так кофеварочка смотрите кофеварка bioletti 129 она большая вот моя рука вот я нашла себе чашку новая чашка для подогревания молочка вот это вот керамика с местными традиционными мотивами вот такая вот кремово кремово бежевого цвета такого молочного с голубыми какими-то рисунками домашний текстиль всякие для кухни сиденья сидушечки мягенькие почем тут скатерти вот таких синих тонах 990 скатерть 140 на 180 нашла корзинку с с такими кувшинчиками для оливкового масла ведь они 1090 кувшинчик так какой-то отдел с вещами а здесь начинается ведь магазин любим нужно купить что-то из вещей так пойду своих найду все для сада огорода игрушки так раздел для домашних животных давайте посмотрим почему наполнитель я правда не знаю какой лучше да просто они бывают же разные какие-то вот такой вот катсан 749 сколько здесь вес на 5 литров 5 литров 749 или вот такой еще два взбитая 15 евро 6 литров на основе зерна что это такое не знаю еще вот тут какой-то ценник от 10 литров 469 но он видите такой вот нарисован как белыми такими белыми камушками маленькими как белыми гранулами такой саникат 469 консервы для животных где-то по одному евро евро 10 093 тут консервы разные тоже по ночь 69 для собак для котиков что это еще какая-то паста паста для собачек паста прикота то есть она уже типа приготовленная да по 359 вот такая упаковка вискос вискос о чем вискос 159 упаковочка маленькая вот такая вот 300 грамм так здесь всякие моющие средства на скидки например вот диксон 10,90 вот такая большая упаковка диксон видите а здесь здесь спецпредложение к пасхе видите колонна это специальный такой пирог пасхальный форме голубки ну такой больше похож на крест вот например боли боли стоит 599 вот такая вот или вот такая колумба без без кондитера без забыл назвать без цукатов 4 , 69 стоит но не разные тут есть вот это с шоколадом такая шоколадом 7 , 67 60 наверное так розали хотела нутеллу с хлебушком с белым давайте вот возьмем кросс вами вот такой хлеб 1 евро по моему не поняла 1 15 вон цена там 1 15 так тут оливочки у нас смотрите вот такие оливки по 220 а рядом здесь зелененькие по 1 30 причем я не знаю сколько здесь вес смотрите как рыба выложена как будто лодка со льдом да а на ней такая охлажденная рыба каракатица какие-то осьминожки и всякая-всякая вкуснятина кунги отчет ли так цены ну вот цены смотрите от 330 и до 990 за разные за разные морепродукты так здесь расфасованные морепродукты в разную цену давайте посмотрим например вот сурими а форма дегамберу то есть крабовые палочки форме креветок 190 мелкие креветки 399 260 там здесь креветки на оферте на спецпредложений вот такая вот вазочка 90 10 , 90 евро в нашем магазине сейчас нету огурчиков не привозят вдохе а здесь вот есть огурчики смотрите я нашла такие у них толстая кожа они довольно такие твердые потому что здесь огурцы часто бывают водянистые такие 258 за килограмм так мы взяли хлебушек вот такой по 3 евро за килограмм вот такой вот красивый так сырочки вот смотрите такой черный качу ковалу это знаменитый наш сыр итальянский с юга италии такой по 14,20 за килограмм черные вот эти а вот там вот в углу качу ковалу альвино ну вот он такие кусочки то есть его выдержит вине такой по 15-60 за килограмм так здесь пекорина разные твердые сыр сыры все цены разные вот а 1290 и до 1790 все зависит от сорта зависит от того где он и сколько он выдерживался где его произвели сколько он выдерживался он здесь отдел с тортиками мы на самом деле не покупаем здесь такое хотя я очень скучаю по такой еде в беларуси мы покупали такой регулярно здесь муж считает что это вредно очень ну вот такие вот небольшие тортики смотрите почему они давайте посмотрим какой-нибудь вот например здесь написано поздравляю алгури такой торт 578 грамм цена 803 евро вот такой вот то есть получается цена за килограмм 1350 такие мини тортики вообще они на самом деле малышечки видите вот моя ладонь да вот они с ладошку с мою но такой вот мы взяли это местная сладость за поле называется такой мы взяли так отдел с пока чем и мы берем вот такой 3 кусочек пока чаще то есть мы взяли пока час луком вот здесь продают пасту для пиццы то есть можно купить тесто стоимость вот они разные зерновыми 4 400 440 вернее а обычная белое такое тесто 270 за килограмм это то есть можно купить готовую готовое тесто и дома потом сделать пиццу такую как вам нравится так мы здесь приехали магазин около четырех часов в это время людей мало но увидите что на самом деле полки полные товара завались проблем никаких нету колбаски сосиски цена 890 за кило мяско так посмотрим с вами почем мяско смотрите значит вот такой кусочек по 1290 за килограмм вот этот вот 2390 вот такие цены вот еще такая сальсича динорча называется 690 за килограмм она сегодня со скидкой 22 процента так рыбка мы взяли вот этот вот за 329 за 150 грамм такую сальмонной норды джези нарезка мартаделла колбаски где бы какую-то цену выцепить вам рассказать ну вот например такое такое у нас по 399 за сколько как всегда много разной травы но такое есть у нас поэтому меня руки не тянутся в это все я покупаю у нас в доке у нас всегда свежие овощи хороший выбор розалия пробует космическую ракету нету чао можно садиться только одному там было написано поездка 1 евро посмотрим сколько это минут будет длиться слушайте так медленно она ездит я думала будет что-то побыстрее ну как мы в кико зашли с женькой смотрите написано что скоро будет продажа мы на третий этаж поднялись тут такой видите вот есть корабль волшебный космический корабль на разолеть играется здесь несколько торговых точек кико оригинал марины дуглас строй лидоро одежда украшения разные клейтон ребят мы домой приехали давайте вам по-быстрому потому что мы купили вот такие апельсины на вы огромное количество по моему три килограмма они были по 099 за килограмм получается вот такая упаковка в общем ну 99 может смотри я не знаю где чек поэтому так покажу просто обалденной вкусноты покача борезе с помидорками полина помялись дзеппали пить это такие местные пирожные здесь 280 грамм цена за килограмм 1450 за упаковку 406 но ведь к сожалению нас два поцеловались тут что мы будем с этим делать так еще вот такая покача так всякие вот такие вот заколочки же ведь все нужные вещи там продаются в этом магазине все можно купить вкусно короче я хотела снять с покупки что мы сегодня купили в перкоп но налетели голодные родственники все заходили есть покачу вот в общем ну пришлось и мне тоже мы убрали просто покупки и сели есть это вот покачу которому купили в и перкопе на балансе вот такая вкусная так ну кое-что все-таки еще покажу смотрите что мы сегодня тут купили я захожу зашла в ботега верды помните я говорила что я на них обиделась ничего больше покупать не буду потому что после того как я сделала у них заказ они потом просто без конца мне звонили звонили пока я сказала что нету здесь такой нету не звоните мне больше вот ну потому что это там такая спам реклама просто что они заколебали но но хочу сказать что среди того что я у них тогда заказывала подожди секундочку сейчас принесу пока в общем из того что я у них заказывала ну там в заказ мне положили вот такой вот крем для лица он у меня долго лежал я к нему ну руки что-то не доходили и такая вот маленькая travel версия она просто валялась и тут я как-то вот в общем как-то я его достала и попробовала в качестве просто крема на день нанести на лицо вы знаете у меня сейчас на коже появилась такая проблема вернее она уже была давно но я просто не замечала мне косметолог обратила внимание катя сказала смотри у тебя покраснение у тебя типа купероз и розоцея а я даже не знала да и после этого стал обращать внимание что да у меня бывает часто красное лицо вот и попробовала вот этот вот крем и вы знаете что красноты стала меньше в лицо как-то спокойнее кожа ну такого более натурального оттенка краснота это все равно проявляется как-то вот на лице но в любом случае кожа выглядит гораздо лучше более ровной и меньше красноты поэтому я посмотрела тут как бы маленькая travel версия 12 месяцев годности после открытия 12 месяцев она действует ну можно и польза после открытия вот недавно открыла но здесь буквально 20 миллилитров то есть мне его надолго не хватит поэтому я зашла в ботеговерде хотела посмотреть есть ли у них такой крем в полноразмерной версии и крем такой я нашла вот значит олео крема виза пели матури то есть крем с оливой крем для лица для зрелой кожи вот она крема виза пели нутри то пьюка т.д.т. короче 97 процентов чего-то 97 процентов ингредиенты де ориджини натурали вот видите 97 процентов олео крема виза пели матури вот тут в другой упаковке вот он видите так вот выглядит полная версия здесь у нас здесь у нас сколько грамм 50 миллилитров вот так что я хотела узнать просто есть такое у них в наличии или может нет потому что крем в котором был этот заказ вернее потому что заказ которым был этот крем это было очень давно и я уже не помню сколько времени прошло поэтому могли уже снять производство но оно было поэтому я его купила и я очень довольна кроме этого крема я взяла еще средства для умывания и можно умываться и можно также и снимать макияж специальный гель для умывания он снимает макияж с глаз и с лица я люблю такие средства которые можно намылил все смыл и окей и побежал да вот так вот только начинаешь туда там надо надо одно средство для глаз для ресниц одно для щек другое потом еще 5 10 25 у меня просто уже кожа начинает краснеть просто того что и тру без конца разными средствами разной формы поэтому я предпочитаю что было поменьше этого средства я никогда не пробовала в такой упаковке но когда-то очень давно моя подружка лет десять назад приводила мне из италии какое-то средство для умывания я не помню что это было вообще не могу не название смог ничего но она не приводила средства для умывания и она мне очень классно шло тоже что-то было такое вот для умывания не тухи не турпенко не то но это было не в такой форме это было как бы вот большой такой флакон типа этого до тюбик типа этого но большой зеленой какой-то крышкой в общем такого уже в производстве давно-давно нет. Ну, вот попробую вот это. Как пойдет, попробую сама. Женька попробует, потом расскажу. Они мне положили еще каких-то тут штукенций попробовать. Линия Двиты, тра-ля-ля. Ну, короче, пробочки. Там чего-то немножко. И вот, учитывая, что со мной Розалейка стояла, ей вот такой подарочек подарили. Вот, видите. Сейчас она распакует и будет носить. Это, наверное, на ручку. На, держи свою красоту. А еще мы зашли в Кико с Женькой, потому что Женя хотела себе посмотреть тушь. Ну, мы смотрели разные туши, что-то как бы ничего не подобрали, но она очень давно хотела коричневую тушь себе. Она сейчас у нас рыженькая такая. И вот она захотела себе коричневую тушь. Вот, нашла вот такую. Вот такой темный коричневый оттенок. Вот она ее попробует сейчас, потом расскажет, как. Смарт. У меня такая вот, такого типа фиолетовая была, но что-то фиолетовая как-то не очень сильно красила. Посмотрим, как это будет. Вот такие вот покупочки. Все, вот такой влог у меня получился. Надеюсь, что вам было интересно. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Сейчас проблемы с Инстаграм, я знаю. К сожалению, некоторые не могут уже туда заходить. Я стала снова вести сообщество в ВК. Оставлю ссылку. Также снимаю тик токи. Вернее, выкладываю на них видео. Некоторые из них вы могли видеть на этом канале, некоторые вы могли видеть на другом канале, на моем втором канале про похудение. В общем, я оставлю ссылки. А, и самое главное, да, сейчас в Телеграме, в своем канале, в Телеграме тоже общаюсь с девчонками. Поэтому заходите. Оставлю ссылки на эти источники. Если у вас сложности с Инстаграм, то проходите, подписывайтесь на Телеграм-канал и в сообщество ВК. Я на самом деле Инстаграм не то, чтобы сильно активно вела, но я там больше всего общалась, да, я там много выкладывала сториз, и мы болтали в Директ. Мне писали реакции или вопросы, и мы как будто уже общались через Директ. Теперь такой возможности, к сожалению, стало меньше. Ну, есть другие сети, есть тот же ВК, есть Телеграм. Пишите тут комментарии, если что. В общем, я на этом влог заканчиваю. Ссылки на эти все свои сети оставляю внизу. Увидимся с вами в следующем видео. Чао-чао, а тути, всем пока-пока.